Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чёртые сроки годности Она всегда была ветреной Значит слушай меня сюда Твой отпуск откладывается до тех пор Пока ты не выполнишь своё задание В случае провала я выпишу тебя бессрочный В преисподнюю Прошу вас император Я больше не выдержу жёстких покрасок и тёплого кубалибы Ха, даже после всех неприятных событий Наш император хватки не растерял А дочурка вновь отмочила, а? Прояви уважение к голдун Хотя она и правда мне никогда не нравится Но это не даёт тебе право хамить в ней Ой бля, да не выёживайся Я здесь, чтобы предложить помощь Помощь от тебя? О нет, нет, нет После того, что ты учидил в Адене Слушай, я не виноват, что девки там настолько доступны Но не наш агент И не во время дипломатической встречи, когда я пытался сломать лицо своей бывшей жены Прекратите эту лаунаду Шао, я приношу свои извинения за тот случай Но ты прекрасно знаешь, что тебе больше не на кого положиться Я много тысяч лет служил тебе И теперь ты вот так откажешь предложенной мною помощи Ах, ладно, что там у тебя? Во-первых, меня удивляет, почему ты до сих пор отправляешь на задание Скорпиона Нет, он хороший воин, но этот его фетиш с вентиляцией в прошлый раз порядком затянулся Ну а тут одни критики Я же порталы могу открывать? Нет, конечно, потребуется время на подготовку Но это намного эффектнее и эффективней По олдскулу Хм, олдскул И во-вторых, неужели тебе не захочется заполучить душу того обзорчика в свою личную коллекцию? Хм, в конце концов Я же переделал биксель, дэвил и вражный гико Интересно, что могло выйти из того парня, работая на меня? Хорошо, убедил Можешь пойти со Скорпионом Приводить от чувства этого мистера Кожаное лицо И мигом туда Хм Мои отсылки по пикуре становятся все сильнее Ты не находишь? Вообще-то Кожаное лицо испытывал тебя Насилию в отличии от Шикадите шотами! Хм, фантастическая тройка Нет Трио из Лишневилля Добро пожаловать в реальный мир! Отсылки к Вачевске, блядь Стоп, у меня такое чувство, будто я здесь уже бывал Не понимаю, о чем ты Это штаб-квартира Сопротивление Сопротивление? Ты меня похитил! Ты отказывался сотрудничать Значит, вот как ты решаешь вопросы Вламываешься к людям домой Вырубаешь их И держишь в подвале Франкенштейна Да Нахер! Делайте, что хотите Но меня ждут дела Наш пациент уже пришел в себя? Ну а ты еще что за хрен? Разрешите представиться Аскольд Фридерикович Шпик Профессиональный психотерапевт Также подрабатываю сантехником Шпик Устраняю засоры вмиг Очень приятно Аскольд Фридерикович любезно согласился помочь тебе в твоем нелегком деле Это чертовы обзоры! А вы развели тут цирк, будто я открыл способ производства дешевого биотоплива Это может продолжаться очень долго Так что вот как мы поступим Странный ниндик тебе приходил? Приходил Договор об обзоре с тобой заключил? Заключил Ты договор не читал В общем поздравляю Ты взвалил на свои плечи наши жизни и благополучие Именно поэтому ты здесь Мы не позволим внешнему миру вывести тебя из игры до тех пор Пока ты не закончишь обзор Насколько мне известно, они уже пытались убрать тебя Ну не то чтобы прям пытались, но... Называй это как хочешь Но среди них есть личности очень гнусные Как допустим музыкант без слуха Это еще ерунда Последний раз когда я имел с ними дело, у них была женщина с улыбкой акулы Блин, так Амирандиас нынче готова работать где угодно, лишь бы платили Короче, любой из твоих психов будет рассматриваться как слабость Они только и ждут, чтобы схватить тебя за задницу И нет в серии игр хуже, чем те, что тебе придется рассмотреть с этого момента Поэтому я, Аскольд Фридрихович, и Венди Какая еще нахрен Венди? Здорово, чувак Венди? Тебя-то как сюда занесло? И где Таторио? Дорогая! Ужин готов! А вот сейчас может быть хорошая возможность для атаки Перехват на чужой половине поли И шатов с мячом на левом фланге Рыбись! Ну, я давненько его не видел Мы подумали, что для поддержки вам будет хорошо иметь рядом друга Поэтому мы пригласили господина Венги Джакса! Что? У нас же тут Мортал Комбат Будет в тему, если я сыграю какого-нибудь клевого персонажа? Никита, Джакс черный И что? Ну, ты ведь белый К тому же, твои руки, они... Что? Обычные! Знаете что? Вы все расисты! Расисты! С какими-то топорами белый актер не имеет права сыграть черного персонажа! Я вам всем покажу! Я всем покажу, что могу сыграть Джакса! Знаете, я сталкивался со мной одним дерьмом, но это как-то сильно странно Короче, рекомендую не тратить время на разговоры и приступить к обзору! И помни, Антоша, держи себя в руках! Еще раз назовешь меня Антошей, и я буду смаковать вискарь с твоими яичками вместо кубиков льда! То есть, ты хочешь смаковать мои яйца? Петь! Уделал! Разве так говорят, нет? Ну, пристели меня теперь! Короче, вы меня утомили. Чего, я надеюсь, не произойдет со следующей игрой. Митвы проделали уникальную работу над оригинальной трилогией МК. Доведенный до совершенства визуал и смелый подход к геймплею, закрепили за серией статус культовый. Но так ли хорошо все было в эпохе, пришедшей на смену классической? Вот это нам и предстоит выяснить во второй части ретроспективы Mortal Kombat. Приступим! КОНЕЦ Шел 1996 год. Из амбициозных дилетантов Фэт Бун и Джон Тобиас превратились в узнаваемых персон игровой индустрии. Громкое имя Mortal Kombat уже успело выйти за пределы аркадных залов и гостиных, оборудованных игровыми приставками. Теперь МК – успешный бренд, толкающий мерч одним лишь плевком в сторону потенциального клиента. Одежда, экшн-фигурки, по мотивам игры даже был снят полнометражный фильм с Кристофером Ламбертом в роли Рейдена. И только внезапный пожар в стенах издательства мог разрушить мечты разработчиков о светлом будущем смертельной битвы. К сожалению или к счастью, этого не произошло. Митвы уже успели анонсировать новую игру, которая обещала порвать представление поклонников о серии. Еще бы, ведь следующая часть должна была кардинально сменить имидж в угоду тренду. С 1994 года зала аркадных автоматов вовсю разрывала серия Tekken, обладавшая стратегически ориентированной боевой системой, а также 3D-графикой, будоражившей умы разработчиков кровавого файтинга. То есть, по сути, Tekken уже превосходил МК как в плане технического оснащения, так и в плане геймплейного разнообразия. Нельзя сказать, что это как-то повлияло на дальнейший путь развития франшизы, но факт остается фактом. Четвертая часть серии Mortal Kombat выбросила нахер всю эту историю со спрайтовыми моделями и яркими детализированными бэками, вместо этого предпочитая сфокусироваться на 3D-графике и соответствующей стилизации игры. Ну а покуда вы желаете подвергнуть проект столь грубой пластике, извольте сделать это мягко, дабы не задеть жизненно важные органы рынка. То есть, нас с вами, геймеров. Именно поэтому парни не только перекроили внешний вид игры, но еще и в какой-то мере перезапустили серию, убрав из сюжета турнир, шаукана и прочие дворцовые интриги. Четвертая часть саги рассказывает нам о некоем боге Шинаке, коллеге Рейдена, долбанувшемся на профессиональной почве и желающем правильно захватить мир. Да, мы тут пытаемся воскрешать классические мемасики. Круто, да? Это классика! Впервые мужик пытался провернуть нечто подобное еще тысячу лет назад, захватив... Вы поняли, какое царство, проникнув в него посредством... Амулета? Потому что в каждом заборе должна быть дырка. Однако Рейден успел остановить его, заточив впоследствии в излюбленное место пребывания всех гондонов серии. В преисподнюю. Впрочем, как и в нашей суровой реальности, некоторые гондоны внешнего мира до сих пор расхаживали по подворотням, несмотря на кажущуюся стерильность. Например, сбежавший из подтанцовки группы Ки с колдун Куан-Чи, на кой-то херва желавший призвать говнюка из мест не столь отдаленных. Всегда найдутся суки, желающие опорочить хорошую музыку. Типа, короче, Шинок пообещал Куан-Чи место в его госструктуре, на должности архимага. Перспективы отличные. Тем более, что колдун так и умудрился завладеть тем самым амулетом, не без помощи Саб-Зиро из первой части, Бихана. О чем вы узнаете... Попозже. Поверьте, это не то знание, которое хотелось бы получить прямо сейчас. И когда-либо вообще. На самом деле, история здесь гораздо насыщеннее, чем могло бы показаться, особенно с учетом местной подачи. Шинок на пару с Куан-Чи успели и начальство преисподней успокоить, и эту самую преисподнюю захватить. Узнать о местонахождении желанного амулета говнюкам помог Шан Цунг, посчитавший, что сила Шинока будет полезна Шаокану, вовсю натачивавшему виллы, на которые можно было насадить земное царство. Но Шаокан всосал, так что Шиноку и Куан-Чи предстояло действовать собственноручно. Однако ставки возросли. Злодей решил уничтожить и старших богов, виновных в его заточении. Он проникает в Эдению, которую с легкостью захватывает вместе с Китана и прочими моложавыми старухами, откуда уже и возносится на небеса. Что мы имеем? А имеем мы крайне интересный опыт, который наглядно показывает, что некоторым личностям, мягко говоря, не стоит заморачиваться с сюжетом. Покуда первая трилогия отталкивалась от турнира и амбиции его организаторов, МК-4 решил не только продолжить сюжетную линию триквела, но и в какой-то мере расширить вселенную. Конфликт между земным царством и внешним миром, где хоть что-то, но все-таки зависело от защитников первого, перерос в нечто глобальное, но совершенно не вписывающееся в рамки устоявшейся концепции. Что же в этом плохого, спросите вы? Неужели ты бы предпочел вновь наблюдать за тем, как Шао Кана мутузит на очередном турнире, а серия Mortal Kombat превращается во внебрачный плод любви Соника и Скуби-До? Разумеется, нет. Дело не в самом построении сюжета, не в событиях, которые происходили или произойдут. Проблема в том, что вся эта срань выглядит попросту смешно. Насколько нарочито комично не выглядели бы Шан Цунг и Шао Кан, эти ребята представляли реальную угрозу для вселенной, которую мы, игроки, были вынуждены отвоевать. В этом есть смысл, хотя бы потому, что их облик и манера поведения вдохновлены чем-то конкретным. В тематическом кино. Приемы узнавались, а концепт турнира был не просто переигран, но переигран виртуозно, вмещая в себя еще и всякий фэнтезийный став. Теперь же трудно понять, чем конкретно серия вдохновляется, то ли дерьмовыми фильмами вроде Горца 2, то ли видеоотчетами с конвенцией фетишистов. Шинок он типа могущественен. Могущественен и долбанут настолько, что умудрился успокоить добрую половину местного пантеона. Но вы просто посмотрите на этого парня, он похож на типичного поклонника Зака Снайдера. То есть на петуха. Что... что у него на голове вообще? Что это за кокошник, блин? Музыканты группы Сизер Систерс выглядели бы мужественнее в этих шмотках. Даже откровенно педерастичный образ Куанчи вызывает больше трепета, чем главный антагонист Mortal Kombat 4. Но давайте честно, может ли этот типа бог конкурировать с Шаоканом, находясь при этом среди обычных бойцов на экране выбора персонажей? Что это за говно? Что, блядь, не так с этими людьми? Вы... вы только посмотрите на всю эту фауну. Более скучного испражнения я не видел со времен сериала The Walking Dead. Знаете, все познается в сравнении. Я плевался на персонажей в МК-3, но там многие из них хотя бы выглядели оригинально. Если не являлись роботами, конечно. По крайней мере, там был кабал. Но когда ты смотришь на вот это вот... Что это? Какой-то молодой азиатский бомж, Найтвинг для бедных, некрасивая баба, чумазый Венди, кинематографическая адаптация Рейдена из второго фильма. Чё? Это ещё что за херня? Рептилия? Они превратили рептилию в поклонника купальных шапочек. То есть он не похож даже на ящерицу, у него как будто радиоактивный ожог во всю харю. Толбануться можно. Пока я не начал исходить на говно, давайте хотя бы пробежимся по знакомым персонажам. Что происходит и почему Лю Кэнг, Джакс, Соня и Джонни Кейдж вновь встали на защиту добра, справедливости и печенюшек? Узнав, что какой-то хер в чепчике позарился на его принцессочку, Лю отправляется в Эдению, дабы разрулить. Ну а звездюливается и решает собрать братву. Потому что брат за брата и вот это вот всё. К нему присоединяется ученик ордена Белого Лотоса по имени Кай. Тот самый невзрачный чувачок с банданой. К этому времени Джонни Кейдж окончательно наотдыхался наверху и попросил у Рейда на разрешение ещё немного помахаться на стороне воинов земного царства. Что поделать? Учитывая прежние заслуги актёра, бог просто не смог ему отказать. Так что Джонни ступает на земную твердь целым и невредимым. Из всего вышеперечисленного следует заключить, что дабы числиться на хорошем счету высших сил, следует не только уметь бить людей, но ещё и заниматься кинематографией среднего пошиба и ниже. Соня, член новой организации и следующий внешний мир, всё ещё носится за чёрным драконом. Кейна помер, однако на свободе болтается последний участник группировки, которого следует устранить прежде, чем дело Одноглазого вновь обретёт былую форму. Но планы лейтенанта приходится отложить, поскольку именно в этот момент Куан-Чи начинает трясти своим достоинством перед лицом человечества. И пока Блэйд, объединившись с тем самым бандитом Джареком, отвоёвывает территорию, Джакс отправляется на поиски блондинки. В дизайнерском стане всё по-прежнему. Казалось бы, преодолев свои старые разногласия ещё в прошлых частях, воскрешённый силами Куан-Чи Скорпиона опять гоняется за Саб-Зиро с криком «Ты убил мою семью!» Хотя все мы с вами знаем, что семью Скорпиона убил другой Саб-Зиро, да и вообще... Ребят, мы же проехали всё это, разве нет? Похоже, что нет, ведь именно здесь нам раскрывают эксклюзивные подробности этого дела. Семья и клан Желторотика были вырезаны именно по указивке коварного Кванчи, который... который так и работает, манипулирует всеми и подставляет. Прекрасный менеджер, ну просто прекрасный. На кой хрен надо было вставлять Скорпиона с настолько необоснованной... даже не то, что необоснованной, не актуальной мотивацией, непонятно. Я ничего не говорю о его фактическом присутствии здесь, но вы же проживали тему убийства его родных настолько тщательно, что её не станут глотать даже едва вылупившиеся птенцы. К тому же, отныне Скорб даже не выглядит как грозный призрак великого воина. Посмотрите на иконку, у него такой взгляд, будто он пытается флиртовать с игроком по ту сторону экрана. И это я ещё молчу о его комичных ушках на макушке капюшона. Он выглядит просто кавайно, что ни в коем случае не является комплиментом. Извини, но ты не в моём вкусе. Пока. Ну вот, теперь я чувствую себя мудаком. Спасибо тебе, Эдбун! Впрочем, ниндзя хотя бы играют роль грубого фан-сервиса, в отличие от остальных персонажей игры. Таня банальная предательница и Дэнни, подстраивающая козни хорошим ребятам. Рейка типа генерал армии шинока, типа нагибающий всех, кто против. Ну а херово редизайнутые рептилии являются статичным воином на стороне сил зла. Из тех, кто скорее пешки, нежели ферзи. Впрочем, как обычно. Я прекрасно понимаю, почему состав персонажей четвёртой части имеет право сосать. Существует вероятность, что всему виной отсутствие постоянного контроля со стороны дизайнера Джона Тобиаса, который в тот момент занимался другим проектом. Но я вот искренне сомневаюсь, что Тобиас вообще не уделял внимания четвёртой игре основной серии, потеря авторитета, которая могла бы не только уничтожить всё, ради чего дуэт так долго работал, но ещё и изрядно поднасрать его дальнейшей карьере. Но даже если ты разрывался на две игры и не мог адекватно работать ни над сценарием, ни над дизайном, то я сомневаюсь, что ты совсем уж не был способен не скатывать концепцию четвёрки до бульварного фэнтези-комикса за 50 центов. На самом деле здесь всё несколько сложнее банального желания запихать новых персонажей. Шутка в том, что во время грандиозного промо-тура по Соединённым Штатам парни показывали всем интересующимся нечто вроде демо-версии четвёрки с девятью доступными персонажами, среди которых был Нуб Сейбер. Потом Буна внезапно осенила, что ему, видите ли, не хочется заполнять новую игру тоннами ниндзя. Вот они и переработали Нуба в какого-то там Рейка, снабдив его теми же движениями и приёмами, но забыв написать хотя бы пару вменяемых абзацев к его биографии. Ты генерал армии Шинака, иди круши. Всё. Нуба, кстати, вернули в домашние версии, пусть и в качестве секретного бойца. Меньше повезло Китане, чьё присутствие также предполагалось. Её мало того, что никуда не включили, так ещё и перерисовали в самого скучного женского персонажа серии на момент выхода 64 принцессу можно открыть при помощи чит-кода, но если же вы являетесь приверженцем Sony PlayStation, то увы и ах, там её моделька отсутствует, зато движениями девушки можно снабдить кого-нибудь ещё, например, влюблённого Лю Кэнга. Та же фигня и с Джареком, являющимся прототипом Кейна. Вот только если предыдущие пациенты вылупились уже из имеющихся в игре на работах, то Кейна, походу, даже нарисовать не успели, тупо прикрутив часть его популярных Чёрного Дракона. Он пережил Кейна! Вы ничего о нём не слышали, но он здесь. Наслаждайтесь. Лень сценаристов прослеживается не только через основную сюжетную проволоку, пронизывающую персональные пласты каждого из героев. После прохождения аркадного режима нас будут ждать не экраны с плотно отредактированным текстом, разъясняющим судьбу вашего бойца, но целые CGI-ролики, сбивающие игрока с ног своей... кхм... винтажностью. Ну, чё ж поделать, 20 лет всё-таки прошло, и даже сегодня они выглядят неплохо, но вы только, блядь, вдумайтесь в то, что они несут. Как это вообще писалось? То есть, блин, я тут сижу, работаю над сценарием, выдумываю шутки, которые в 95% случаев будут сосать, а эти парни вроде бы ваяют серьёзный текст, определяющий судьбы героев целой франшизы. Но по уровню комичности он способен потягаться с лучшими произведениями Жванецкого. Как это работает? Нет, даже не так, они сами вообще довольны результатом? Таким образом, Лю Канг, устранивший Шинока, беседует со своей свежеспасённой возлюбленной Китаной. Она предлагает чемпиону, искренне переживающему за её безопасность, править и до ней вместе, как король и королева. Но Лю, будучи истинным воином, преданным земному царству, не способен покинуть его и отказывается от столь заманчивой перспективы. И Китана такая, а ну окей, и возвращается обратно, подчинять и властвовать. Вот что за херня женщина? Прояви хоть каплю настойчивости, ещё немного и он согласился бы. Или ты предложила ему себя просто из вежливости в надежде на то, что он побрёт быстрее, чем ты. Так вот, внимание, спойлер, чемпионы Mortal Kombat не стареют, так что тебя, можно сказать, пронесло. Абсолютно невнятна концовка Джонни Кейджа, персонажа интересной судьбы. Вот, казалось бы, можно же сделать нечто эмоциональное, подытожив историю человека, который буквально был выдернут с того света. Но нет, в своём финальном ролике Джонни несёт херню на церемонии награждения, после чего затаривается продуктами на месяцы вперёд. Охуительно достойное завершение столь яркой линии. И это я не говорю о концовках Сони, Джакса и Джарека. Фактически, это один и тот же ролик, показанный с различных перспектив. В случае Сони, девушка пытается арестовать Джарека, но тот погибает, сиганув со скалы. В концовке Джарека, бандит сбрасывает Соню и отчаливает проказничать. Ну а после игры за Джакса, открывается типа продолжение предыдущего ролика, где мужик ловит Джарека и лично сбрасывает его со злополучного обрыва. Это как сраный эффект бабочки, где мы видим раскладку итогов при различном взаимодействии с какими-то важными событиями. Вот только Mortal Kombat не эффект бабочки, и даже не Life is Strange. Парни забивали болт на прогресс игрока уже в следующей классической части, но здесь они сами не знают, какая из концовок истории является правильной. Даже не так. Они не просто не знают, как завершить арку с Сони и Джареком, но фактически убивают сюжетку Джакса, которому даже не прописали нормальной мотивации, кроме «Чёрт возьми, Соня Блэйд опять не вышла на работу». Йоу, нига, там мир погибает. Не хочешь уделить внимание вот этому дерьму? Толстая жопа белой сучки может и подождать. Ей! Хотя, быть может, дело в том, что разработчики хотели сэкономить на CGI, отрендерив аж три сюжетки на одном сраном фоне. Превосходное отношение к собственной игре, до которой мы ещё успеем насмотреться в процессе геймплея. Разумеется, я могу быть неправ, но что-то не припомню практически ни одной известной серии, которые пережили бы эволюцию своего 2D в трёхмерность абсолютно безболезненно. Разве что Марио с Зельдой ощущались достаточно комфортно, но они редко отходили от излюбленных фишек. А если и отходили, то было заметно, что разработчики бросали все свои силы, чтобы сделать всё максимально качественно. Не как Сега, например. Файтинги, так это вообще отдельная песня. Можете себе представить, как сильно нужно заморочиться на тотальной переориентации того, к чему привыкли не только вы сами, но и люди, покупающие ваш продукт. Избежать отрухмеривания тоже нельзя. Нужно завоевывать не только новую аудиторию, но и потихоньку осваивать свежие технологии. Они, как известно, на месте не стоят. Сейчас уже не имеет смысла рассуждать о внешнем виде МК-4. Практически каждая игра той эпохи, выполненная в 3D, сегодня отдаёт кислым запашком просроченного творожка. На самом деле это происходит и со многими играми последней пятилетки, с теми, где разработчики концентрировались не на собственных дизайнерских решениях, а на попытках добиться реализма. С другой стороны, в МК по-другому и нельзя, ведь в том-то и заключалась фишка первых игр. Сделать всё максимально реалистично, чтобы порвать шаблон игрока, когда тому вырвут лицо. Да и вообще, третий Теккен, вышедший на несколько месяцев раньше, смотрелся на три отсечённых головы гора выше новой игры Мидвэй. Быть может и на все пять. Разумеется, у Намка было преимущество аж в две 3D-игры, но разве вы не для того расширяете состав разработчиков, чтобы досконально освоить новый движок, который вы сами, между прочим, и создали, и назвали ни много ни мало в честь самого Зевса. К тому же, Мидвэй уже пытались прощупать почву и обкатать новый движок при помощи аркадного файтинга Warguts. Критики закопали его поглубже в то самое прощупанное, но наработки именно этой игры были заюзаны в следующем проекте Буна, где и моушн-кепчером успели потрясти и рожи реальных актеров на модели наклеить. Но все даром, персонажи как были похожи на подделки из воздушных шариков, так и остались. Хотя, зная Буна и команду, уверен, что любые попытки сгладить наработки утыкались носом в мешок кокаина. Удачно, что здравый смысл Эда не покинул. Он осторожно отнесся к идее перенести мир МК в полноценное 3D с резвыми побегушками героев по арене, которые кричали бы «Ну ни хера себе! МАМ, СМОТРИ ЧЁ МАГУ!» Нам-ка позднее рискнули опробовать нечто подобное в своем Soul Edge, но говнецом, конечно, подкрепились. А МК с известным отношением команды к своей работе, так это вообще убило бы нафиг. Вместо этого, Бун изо всех сил постарался сохранить геймплейную структуру олдового 2D-файтинга, показывая таким образом средний палец всем модным веянием того периода. И ему это, черт возьми, удалось. Похвально, конечно, что Бун не стал совсем уж издеваться над фанатами, у которых наверняка бы глаза на лоб вылезли от всей этой прелести. Четверка пусть и выглядит непривычно, зато ощущается как те самые МК, с теми же принципами и штуками, присущими исключительно им. Что, опять-таки, не является комплиментом, ведь основным отличием от старых игр здесь служит сайдстеп. Отступ персонажа вверх или вниз экрана, единственное напоминание о изменившейся системе координат. Выполнено неплохо и иногда по-настоящему помогает, особенно когда нужно отскочить от чьего-нибудь снаряда. При этом не создается эффекта потери ориентации, потому что камера меняет направление лишь на пару сантиметров, не теряя двухмерные позиции бойцов. Боевая система, как и следовало ожидать, изменений не претерпела. Все, к чему привыкли игроки, осталось на своих местах. А точнее, то самое однообразие, которое мешало серии еще со второй части. Зато в отношении 3D файтингов парни сделали серьезный шаг вперед, избавившись от задержки, присущей многим подобным играм жанра. Процессу это не только не мешает, но даже обогащает. Модели двигаются быстро, но плавно, максимально приближенно к 2D играм. Это делает четверку несколько динамичнее своих конкурентов, но без перебора, избегая вопроса «Куда ты, сука, дернул-то, ну?» Персонажи мало того, что стали резвее, так еще и разговорчивее. Все помнят каноничный клич Лю Кэнга, которым он выстреливал по поводу и без. Отныне подобные звуки издают буквально все бойцы, начиная от Кая, заканчивая Соней. Иногда это доходит до какой-то сюрреалистической невменяемости и возникает впечатление, будто ребята разговаривают языком симсов. Было бы честнее, если бы в финальных роликах персонажи разговаривали бы именно так. Но вернемся к чему-то более трехмерному. Загадаю вам загадку, что в 3D-играх 90-х вас могло раздражать чаще всего. Немного времени для того, чтобы вы подумали... А к черту! Расширение визуальных возможностей соблазнило разработчиков на демонстрацию ущерба во всей красе. При исполнении новомодной фичи под названием Bonebreaker, которая позволяла провести захват с последующим членовредительством благодаря лишь лоу-кику вплотную к противнику, камера красиво меняла ракурс, чтобы вы могли детально рассмотреть, чего же такого провернул ваш персонаж и от чего же оппонент так классно изображает робота. Или же сломанную экшн-фигурку, которую ваш дед починил при помощи проволоки и оскорблений. Этот самый Bonebreaker, кстати, вызвал немало споров в фанатской среде. Заключались они даже не в отношении удобства его исполнения, а с точки зрения хера какого это с волатинничью стоит. Серьезно, разве можно без улыбки смотреть на персонажа, чья рука только что болталась с амплитудой Макаронина на удочке, который тут же выполняет сложный бросок, как ни в чем не бывало? Ты не шаришь! Мужик, в этом нет никакого смысла! Даже не пытайся доказать мне, что это не так! Ты не имеешь представления, сколько великих воинов терпело подобное унижение на турнирах, сколько выбитых суставов и переломов пришлось пережить лично мне! Но я держался стойко и продолжал битву! Что, это какая-то секретная техника ниндзя? Нет, это морфин. Но разве морфин не запрещено использовать в соревнованиях? И где-либо еще. Ну что ж ты в самом деле? Это же не Мельдоний! С этим дерьмом еще никому не удавалось уйти безнаказанным! И что у вас делают с теми, кто попадается на Мельдонии? Унижают в СМИ. Возвращаясь к камере, она отвратительна. Смотрите, Боунбрейкеры, как и обычные захваты, где это дерьмо юзается, должны и в общем-то проводятся быстро, чтобы ни времени не потерять, ни динамики. Камера иногда тупо не успевает перестроиться из режиссированного положения в исходный, позволяя сопернику отмудохать тебя в лучших традициях классических мультиков. Раздражает неимоверно и как-то даже начинаешь жалеть, что играешь в это, а не в Ultimate, например. Та же самая фигня из Fatality. Геймплею-то, конечно, не мешает, но по полной насладиться праведным насилием бывает тяжеловато. Особенно, если обзор загораживает текстура колонны или чьей-то задницы. Да и вообще, постановка иногда оставляет желать анофемы. Забавно, конечно, когда чья-то голова сползает по обратной стороне экрана телевизора, но приемы вроде каскада из ракурсов просто вымораживают. Обычно это применяется каким-то тривиальным и скучным фаталити, как у Sony, например. Но камон, у вас что, фиксированный хронометраж для этого шоу? 3D-визуал в принципе превращает фаталити в какой-то цирк. Мало того, что процентов 50 имеющихся здесь казни это своеобразные ремейки ионок из предыдущих частей, так выглядят они как дешевая работа какого-нибудь пьяного скульптора. Я стараюсь благосклонно относиться к внешнему виду игры в целом, но именно на примере фаталити мы можем видеть, что именно потеряла серия в четвертой части. Ту самую степень жестокости, которая ее и прославила. Какой бы нелепой мутью не страдали герои в той же тройке, она всегда выглядела жестко. А если вы достаточно впечатлительны, то наверняка чувствовали неприятный зуд в той области, которая была подвержена истязанием у человека на экране. Иногда персонажей даже жалко становилось. То, что происходит сейчас, это... Ну вот, вспомните, как вы в детстве играли в игрушки со своим соседом и типа такие... Наконец-то я нашел тебя, межгалактический повстанец! Готовься встретить свою судьбу от славной руки империи! Нет! Это твой последний шанс! Я приказываю тебе поднять свои руки и проследовать за мной! Нифига! Я использую свои телепатические способности, чтобы обезоружить тебя! Ты блефуешь? Ты не можешь так делать! Ты же Чарли Браун! Почему нет? Он так не умеет! Я лысый, и у меня не двигаются ноги! Этого достаточно, чтобы спалить твой мозг! Нет! 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 Это... Кажется, я не до конца раскрою потенциал своих сил! У вас же высшее образование, Аскольд Фридрихович! Да! А к чему вопрос? Хочу понять, почему вы такой козел? Так вот. Единственное, что отличает фаталити МК-4 от того фарса, который сейчас устроили эти придурки, так это капли крови, напоминающие даже не гипертрофированные пиксели, а кетчуп, пролитый в невесомости на какой-то космической станции. Ах да, иногда попадается анимация с выпотрошенной моделью героя. Нарисовал ее художественный директор Тони Госки, для того, чтобы некоторые фаталити, типа с обливанием несчастного кислотой или с сожжением, смотрелись эпичнее. Разработчики с удовольствием смакуют трупец при помощи крупных планов и мрачного музла. На кой черт я вообще об этом рассказываю? Да дело в том, что по традиции на определенном этапе разработки парни словили очередной глюк, где персонажи надевали на себя шкуру, правильнее сказать, сбрасывали с себя шкуру, и Замбак становился полноценным движущимся болванчиком. Угадайте, кто стал новым секретным персонажем? Парня назвали Мид, то есть Мясом. Буна настолько восхитила эта затея, что он тут же опубликовал на официальном сайте загадочное сообщение Мид Ливз, а потом и вовсе включил описание персонажа в официальный гайд. Чтобы поиграть за эту гастрономическую прелесть, необходимо победить каждого из персонажей в режиме групп мод. После этого вы сможете трясти кишочками столько, сколько душе будет угодно, но не суть. Мало того, что фаталити здесь выглядят не очень, так их еще и трудно выполнять. Нет, принципы не изменились, просто комбинации практически каждого из них включают в себя команду прыжка, ту самую, при которой необходимо зажимать блок. Эта херня раздражала и в старых играх, но встречалась редко, да и отклик по какой-то причине был четче здешнего. Кто знает, может ребята наловчившиеся на подобных приколах в минус это и не запишут, но меня криворукого лобстера эта ерунда бесит крайне сильно. Mortal Kombat 4 не забыла о стейдж фаталити, которых в игре аж две штуки, из десяти доступных арен. Подобное жлобство не было бы большим делом, если бы Бун не ударился головой о раковину и не посчитал хорошей идеей сделать для каждого бойца по отдельной комбинации. На каждой из имеющихся стейдж фаталити. И если вы не поняли, объясню немного по-другому. На каждой из двух стейдж фаталити здесь предлагается аж стука по 16 комбинаций. И ладно бы, способы расчленения как-то менялись, но хер вам. Это один и тот же ролик на одних и тех же аренах с различными персонажами. Ебануться! Сами арены, причем до шути скучные и выполнены в цветовой палитре а-ля нигеры ночью купаются в нефти. Какие-то подземелья, кирпич, невзрачный лес с теми знаменитыми послающими деревьями. Одна из самых оригинальных аренд МК-2 еще никогда не выглядела так уныло. Вероятно, причина заключается в том, что в один прекрасный момент Бун заявил, что желает сделать новую игру более серьезной, дарковой и реалистичной. Да, забегая вперед, скажу, что несколько лет спустя вся его команда и права на франшизу перейдут в пользование студии Warner Bros. Есть в этом какая-то нездоровая ирония, что ли? Потому-то здесь и отсутствуют всякого рода шутихи вроде Бабалити и Фрэншип, которых, честно говоря, немного не хватает. Анималити тоже нет, но, как заявляют разработчики, лишь потому, что с графином не смогли совладать. Покуда я сейчас говорю лишь о том, насколько игра темная и неоригинальная, имеет смысл вспомнить еще об одной фиче, которая впоследствии аукнулась и в следующих играх. Сегодня фанаты без особого восторга вспоминают об этом, но говно случилось, так что попросту игнорировать его мы не сможем. Короче, использовав очередную комбинацию, персонаж доставал из своих, судя по всему, очень широких штанин, какую-то ебалу, которую предполагалось использовать в качестве оружия. Разумеется, герои юзали оружие в ранних играх, но там оно скорее являлось частью их образа. Гунсен Китаны, Сай, Милины, Шуанго, Кабала, Руки, Бараки. Все это дополняло их характер, говорило о происхождении и бэкграунде и закрепилось за ними настолько прочно, что даже самые изнеженные косплеерши считают образ неполным, если не сделают парочку вееров из старой кастрюли своей бабушки. Тем не менее, пользоваться девайсами по назначению мы могли только во время спецприемов и фаталити. Но в МК-4 пошли дальше. Нахер нам вообще какой-то сраный эстетизм, когда можно отмутузить засранца булавой. Вот только вытаскиваемый объект зачастую не просто не подходит человеку, который его собственно вытащил, но еще и не имеет никакого смысла. Нет, кучу холодного дерьма я еще могу понять, но гигантский бумеранг, арбалеты, сраный металлический флюгер, этим вообще можно кого-нибудь убить? Агент, для вашего следующего задания я подготовил несколько гаджетов. Уверен, что многим из них вы найдете применение. Отлично, доктор. Обожаю испытывать ваше дерьмо. Агент, мы же договаривались не распространяться о моем дерьме в стенах данной организации. Конечно, доктор. Виноват. Но у вас же есть мой номер, чтобы... Разумеется. Тогда приступим. Итак, первая авторучка. В ней взрывчатка? Или транквилизатор для усыпления охраны? Или дешевые шлюхи? После удачного завершения дела? Нет, просто авторучка. Используются стержни марки Паркер, так что будьте на чеку. Далее, транспортир. Он сделан из прочнейшего сплава и заточен так, чтобы с легкостью скрыть кому-нибудь горло! Боже, агент, вы говорите, как шестиклассник. Это просто транспортир. Вдруг потребуется измерить что-то. И последнее. Молекулярный дезинтегратор способен стереть с лица земли целый район. Ух ты. А это не опасно? В смысле, я-то хоть выживу? Вы что, купились-то эту ерунду? Это же просто коробка для завтрака. Насколько я знаю, после того случая в Корее вас понизили до личного охранника сына директора нашего отдела. Малыш Джонни так быстро растет. Вы что, издеваетесь? Я должен охранять Джонатана Младшего со всей вот этой канцелярией! Скорее, это он будет охранять вас от очередных глупостей. Все это понадобится в школе. Отдайте ему перед первым уроком. Ах да. Будьте все-таки поаккуратнее с коробкой. На последнем испытании она умудрилась разнести нам пол лаборатории. Мы так и не поняли, в чем там дело. Хотя раз в год и палка стреляет, сами знаете. Как вы наверняка поняли, один раз вытащив оружие, вы останетесь с ним до первого взаимодействия соперника с вашим туловищем. В этом случае оружие выпадет. Но, если подобного не произошло, то вы спокойно можете мутить оригинальные комбинации с его помощью. От программированных комбо третьей части здесь избавились, так что развлекайтесь. Именно это, кстати, послужило причиной утилизации бруталити, которые, как вы помните, были завязаны именно на программинге. Скучать я не буду. Что же касается эксклюзивных спецприемов для обладателя смертоносной штуки, то облагородили ими не всех, а лишь избранных типа Сабзира. Хотя к большинству типов оружия даже нормальной боевки не придумали, они просто дублируют друг друга, становясь обычными скинами какого-то одного девайса. Само собой, оружием герой наносит значительно больше дамага, чем обычно. Но, чтобы вы случайно не успокоили соперника в несколько ударов, разработчики поставили своеобразное ограничение под грозным названием МАКСИМУМ ДЕМАДЕЧ, которое активируется после того, как система посчитает, что кто-то из игроков оборзел. И это может помочь новичкам, не приноровившимся к новому файтингу, а также не очень пряморуким старичкам. Впрочем, если вовремя использовать Боунбрейкер, арене, да? Всякие булыжники и полуразложившиеся головы. Так вот, как и преждевременно выпавшее из рук бойца оружие, все это дело можно подобрать. Поможет вам нехитрая комбинация вниз плюс бег. Как и оружие, мусором можно больно бросаться в оппонента, что, надо признать, довольно весело. Это как игра в снежки, только с риском закреметь в реанимацию. Или за решетку. Но ведь весело же, блин! В сочетании с бегом и не будучи связанным всякого рода ограничениями в плане комбо, происходящее на экране вашего телевизора способно выдавать настоящее безумие, даже похлеще, чем в старых играх. Что ни говори о дизайнерских решениях, МК-4 является по-настоящему мощным и динамичным файтингом. Еще бы боевку подкрутили, так был бы вообще блеск. Того же Гора, к примеру, опять предстоит валить ударом ногой в прыжке, излюбленным приемом жуликов со времен классики. В аркадной версии здоровяка, кстати, не было. Вместо него позицию подбосса занимал Куан-Чи. Разумеется, это решение обусловлено сюжетом, но давайте так. Куан-Чи додик. Куда его не пихай, и сколько белого грима не высыпь на его блестящую лысину, он останется таковым. Гора при этом вполне способен нагибать, пусть и не столь успешно, как в первой части. Всему виной тот самый максимум дэмэдж, мешающий четырехрукому жопошнику показать себя во всей красе. Но по сравнению с Горой, даже с жеманным Куан-Чи, шинок... Я не знаю. Термин дэно буквально вознесет до небес этого щуплого, неспособного даже на один имбовый прием сосунка. Я не шучу, единственный раз, когда цыпленку посчастливилось дернуть мой анус, я смогу оправдать тем, что в тот момент ко мне приехал курьер с пиццей. Пицца, кстати, была вкусной, так что я ни о чем не жалею. Все, чем может удивить эта говнина, так это возможности имитировать приемы других бойцов. Да, то есть, как Шан Цунг. Вот только Бородатый мог хотя бы фаерболы запускать, да и Попка после него побаливала. А в аркадном режиме шинок даже не окажет нам чести преобразиться в кого-нибудь покруче. Юмор в том, что в интервью Бун периодически оправдывается, мол, он понимает, насколько уебанским получился босс в МК-4, но разработка была ускорена и команде пообещали больше денег, если они быстрее закончат. Ну, Эд, ну, в самом деле. Уверен, что вы бы получили еще больше гонорар, если бы зарелизили ту версию с девятью персонажами, которые катали по штатам в промо-туре. Там, по крайней мере, не было столько тупых и никчемных попыток сделать игру поразнообразнее. Ну, что ж, Mortal Kombat 4 вышел таким, каким вышел. Пусть и не с тем симпатичным лицом, к которому мы привыкли. Пусть и с меньшим количеством интересных историй, которыми нас одаривали ранее, зато он исправил некоторые неудачные решения боевой системы, стал резвее и, наверное, даже брутальнее. Ненужные вещи вроде того же оружия не бросаются в глаза, становясь приятным дополнением к тому динамичному фейерверку, на который способна игра. Главным проколом Mortal Kombat 4 все-таки считается переориентация характера игры. Но суть даже не в этом. Ребята не приложили достаточно усилий для того, чтобы все это воспринималось именно так, как оно должно было восприниматься. Вместо по-настоящему сильного антагониста с обменяемой мотивацией, мы получили парочку клоунов, обозленных на режим. Истории героев, в большинстве своем неинтересных, написаны за три минуты до отправки игры в печать, а визуал не способна спасти даже выкрутка яркости вашего телевизора до максимального значения. Критики, впрочем, были не столь категоричны, одарив МК-4 массой положительных и сдержанных рецензий. Пусть и не в таком количестве, как прежде, но даже это может означать одно. Мидвы преодолели эволюцию своей самой популярной серии, и для них открылись новые горизонты. Ну а что же их ожидало по ту сторону, нам еще предстоит узнать. Ранее я поклялся больше не тратить время на рассмотрение версии игр с различных консолей. И от своих слов я отказываться не собираюсь. Скажу только, что версии для Nintendo 64 и PlayStation отхватили свои золотые медальки от аудитории и критиков, собрав себе все самое лучшее с аркадной версии, а также много дополнительных плюх, типа костюмов, спецприемов, арен и гора. В кое-то веке обладателям домашних консолей удалось получить в свои руки игру, во многом даже превосходящую оригинал. Спустя пару лет после выхода Mortal Kombat 4 Мидвы вдруг заявили о своем уходе с рынка аркадных автоматов. Так что четверка оказалась последней игрой серии, отметившейся на родной платформе. Но огорчаться не стоит, ведь потеряв одно, команда приобрела другое. А именно, аудиторию ПК-гейминга, на чьих излюбленных паровозах вдруг оказалась четвертая часть самого жестокого файтинга современности. Порт для ПК? Всем привет! У микрофона провайдер TH. Ну, да, конечно. Перебивайте меня в моем же ролике. Здорово, Антон. Основан ПК-порт был на PS1-версии игры. И в общем, мало чем отличается от исходника. А даривать модельки и арены большим количеством полигонов не стали и ограничивались лишь фильтрацией текстур, что успешно продвигалось в то время ускорителями графики типа 3DFX Voodoo, а также картами Nvidia и ATI. Конечно, за счет сильной фильтрации текстур игра стала выглядеть несколько мыльней. Зато, а два огромные квадраты не будут резать вам глаза. В игре присутствует как софтворный рендер для желающих словить порцию ностальгии по временам, когда 3D-ускорители стояли не у всех, так и Glide для карточек 3DFX, а также Direct 3D для всего остального. Порадовало то, что игра понимает большинство современных геймпадов и настроить управление для удобной игры довольно просто. Отдельно хочу отметить видеоролики, которые отрендерены через срочный в очень низком разрешении, плюс в этих роликах на современных системах исправно поглючивает звук. Последнее, что хочется выделить, так это то, что фреймрейт игры привязан к обновлению вашего экрана. Поэтому не советую ставить больше 60 Гц при игре, дабы не играть на сверхзвуковых скоростях. В целом, версия не ужасная и играть в неё можно. Видно, что она была состряпана за короткое время, но необходимый минимум для нормальной игры в ней присутствует. Эмм, ну вот, короче, то, что провайдер сказал. Наверное. Короче, отказавшись от обзоров различных версий Mortal Kombat, я не могу обделить вас возможностью взглянуть хотя бы на одну из них. Всё верно, MK4 также была портирована на новую ревизию портативной консольки Nintendo, Game Boy Color. А все мы с вами помним, к чему приводили попытки перенести Мортик на столь слабую консоль. Но может быть, может быть, хотя бы Digital Eclipse удалось сделать невозможное, качественную версию Mortal Kombat для Game Boy. Давайте же заценим. Нет. Нет! Что это? Что это за сраное говно? Что это, блядь, долбит мне в уши? Почему я не могу различить персонажей на экране выбора? Почему половина из них полные уебаны? Где кровь? Где кровь, суки? Я вас спрашиваю, вы, грязные мешки поросящего навоза. Почему я не могу выполнить комбо? Здесь нет комбо! Только одиночные удары, которые нихрена не прожимаются. Фаталити! Ну, это ролик, наверное, самое удачное решение в данном положении. Чёрно-белый ролик, блядь! Пустите меня! Ёбашу мать, гады! Подлые, мерзкие твари! Нет, это тобой, нет, нет, нет! А что это, блядь, стряслось? Портативная версия Mortal Kombat 4! Как я и предполагал, она добьёт его! Скорее, готовьте инъекцию, пока нас не засекли! Я не пришлю! Я не пришлю! Я не пришлю! Блядь, 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 блядь! Блядь, 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 блядь! Блядь, 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 блядь!